В кресле на приеме у врача Брестской стоматологической поликлиники находится Роман Зайцев. Мужчина, несмотря на свой молодой возраст, тщательно следит за здоровьем, в том числе и за состоянием полости рта. Посещая профилактические осмотры, проводя ежедневно необходимые ритуалы для здоровой и бласнежной улыбки, он поддерживает в хорошем состоянии свое самочувствие в целом. Я ухожу за полость рта так. Я дважды в день чищу зубы щеткой и пастой. Также использую раз в день вечером зубную нить. На профилактические осмотры хожу раз в полгода примерно для того, чтобы оценить состояние полости рта и провести какое-нибудь лечение или чистку. Это важно, потому что если запустить и находить часто, то могут появиться какие-нибудь осложнения. Тогда могут потребоваться много более радикальные виды терапии. В формуле сверкающей здоровой улыбки важно несколько факторов. Тщательная чистка зубов, в том числе и десен, не менее двух раз в день. Использование зубной нити, ёршика и скребка для языка, а также пасты, богатые фтором и кальцием. Кроме того, немаловажным фактором сохранения здоровья полости рта является регулярное посещение стоматолога. Целью ухода за полостью рта является разрушение биологической пленки. Разрушить мы ее можем только механическим путем. Удалить бактерии полностью мы никак не можем. Мы можем только разрушить колонии, которые они строят снова и снова. Опасная биопленка становится только через 12-24 часа. Поэтому зубы нужно чистить как минимум два раза в день. То есть, получается, основным средством борьбы с налетом является механическое разрушение колонии бактерий. А вот пренебрежительное отношение к соблюдению гигиены полости рта может привести к негативным последствиям для здоровья. Бактерии являются основной причиной возникновения кариеса и генгивита, а позже и вовсе потери зубов. Если мы не будем вовремя лечить зубы, мы можем дойти до того, что просто потеряем, потеря зубов. Что ведет за собой перестройку зубочелесной системы, начиная просто от перестройки зубов полости рта и заканчивая проблемами с височно-нижно-челюстным суставом. Что ведет к дальнейшим и к неврологическим каким-то болям, болям в области сустава, головным болям. И в дальнейшем таких пациентов, к сожалению, сложнее будет речить и протезировать. Все же основные профилактические мероприятия направлены на борьбу с факторами, которые вызывают карию зубов. Это заболевание, наиболее распространенное среди детей и взрослых. Мы родители должны прививать детям, показывать личным примером. Как говорится, можно сколько угодно воспитывать детей, но они вырастут все равно похожими на вас. Лучше воспитывать себя, то есть показывать им, прививать навыки здорового образа жизни, рациональное питание, побольше физической активности. Ну и немаловажно, еще есть такой аспект поддержания, так скажем, здоровой осанки. Ротовая полость – зеркало организма. А значит, чем белоснежнее улыбка, тем больше заметен блеск в глазах и сильнее желание делать этот мир лучше. Ведь этому ничто не препятствует. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.